Так, моё почтение за донат шуевзводу. Давайте узнаем, что поняла вавилонская шуешница за 23 года. Да, и лучше это. Спасибо, Лень, проставить. Смотрим. Смотрим, что я в январе, по счастью, продуктивности, голубь, который чётенько именно сдох. Помните, Галилла? Не говорил такого. В феврале, кстати, тоже самое происходит. Давайте, пожалуйста, без оскорблений, ладно? Я и сама себя морально отминаю, а вы мне для любви. Я чего пришла? Собственно, получается, 40-го число 23. У меня сегодня день рождения. Спасибо. Спасибо. Не перебиваем. Благодарю. Я теперь большое старческое пятно на теле Ютуба. Поздравления и подарки принимаю за милую душу. Понимаете, прошёл тот период жизни, когда у вас, наверное, тоже был, когда вы убирали дату рождения со страницы, чтобы посмотреть, кто ваш истинный друг, кто помнит. А насрать мне уже. Насрать вообще. Вот друг – это абстрактное понятие, а я не молодею и хочу праздник. Дайте мне эту показуху, дайте мне иллюзию родства и неравнодушия. Я в этом всём утону и буду искренне счастлива. Серьёзно. Итак, видос в честь дня рождения. 23 вещи, которые я поняла за 23 года жизни. Маловато я поняла, да, за четверть века почти. Я так скажу, так скажу я. Спасибо, что дали слово. Главным образом я поняла, что каждый раз, когда я говорю, что я всё поняла, происходит что-то непонятное. Так только я говорю, ну, типа, всё, я поняла, как решать этот жизненный пример. Ужаса, я пошла раздавать и так далее. Что делает небесный учитель? Бьёт меня указкой и говорит, Миша, что ты такой умный? Он даёт мне тангенс через катангенс решить, а я вообще думаю, что на танцы, что ли, меня позвали сейчас. Так что я особо больше не выпендриваюсь, потому что как только выпендриваюсь, я всё знаю, начинаю спрашивать, а, кажется, я ничего не знаю. Так что всё, я не буду больше никогда в жизни выходить к доске. Но с последней парты чуть-чуть погубню на камеру. Я надеюсь, все понимают, что универсальных правил... Я думаю, может быть, Хаван Роффлетс, то есть, или... Существует, все мы хоть и ходим под одним небом, но ходим весьма по-разному. Я вот ползу. Половина моей подписоты, судя по всему, летает. Мне вообще кажется, что я скажу не 23 вещи, а где-то 5, но очень надеюсь, что вы считать не умеете, а если умеете... Либо чтобы от него отъебались, либо что. То не воспользуйтесь этим умением. И ничего не заметите, и мне удастся вас наеб... Облакошить. Нельзя же уже в это материться, да, в интернете? Досадно. Итак, главный инсайт этого года. Короткие маечки. Без адских косточек, гори они в аду. И без проклятых застёжек, будь они не ладны. Потому что ёлки и иголки. Как меня раздражают лифчики, вы бы знали. Я просто как считаю, если ваши груди во время бега не бьют по лицу вас и всех рядом с вами бегущих, то, во-первых, вы все лишены нехилого веселья, стоит признать. А во-вторых, ну, значит, не такие уж они большие, вот так вот я решила. Скорее всего, такие уж, как у меня. У меня они больше напоминают жировики, понимаете? Для них не нужна никакая поддержка. Моральная разве что. А так как у нас ещё в обществе нельзя ходить с голым торсом, типа, ну, приходится всё-таки что-то носить. И вот, короткие маечки. Это вообще моя любимая. Ладно, не хочу вот так показывать, вот так. Да, вот такой вот дизайн. Потому что я знойная самка в самом соку, и меня в обратном не переубедить. Их можно и как лифчик, и как отдельный элемент одежды, и даже как купальник, если вдруг под коньячок распичит попрыгать в подмосковные болота. Ну, я озорница, я не знаю, как вы их. Универсальная вещь, максимальная. Маечка-арго, так сказать. Да, это главный инсайт. А что? Что, вы думали, что я жизнь познала, что ли? Нет, пока только существование. Вообще, здесь идеально бы вписалась реклама маечек, но... Но сначала... Но да, сначала её придётся послушать. Даже не меня, а вот этого молодого человека. Ничего не обещаю, я бы тебя шлёпал х** по жопе, дурочонка. Ты под кайфом? Да. Радики. Повод был. Да, зло веришь. Как же такое возможно... Свой слону? Чё? Очевидный вопрос сейчас возник в ваших головах. Называют люля. Или камыш. Кам здесь неспроста. Какой канал, такие шутки. А канал, кстати, называется Средний Палец. Который у меня сейчас по х**. Пенсионеров забирали деньги на рекламу, чтобы что? Чтобы вы не поняли? Потому что я сейчас буду говорить о серьёзных... И всё, я обратно ко мне. Потому что мы тут с этой секунды сейчас продолжаем делать вид, что мы что-то поняли. А мы поняли. Потому что я сейчас буду говорить о серьёзных... Я серьёзный, я буду говорить о серьёзных вещах. Геев, баду... А, диск... Ну ладно. Как серьёзная 23-летняя тётя. Как это принято у блогеров под х**, вдохновляющие на приятные думы о течении жизни. И фирменное просто. Сделаю вот такой вот голос. Начну с того, что люди приходят и уходят. Нет смысла пытаться их удержать. Это жизнь. И у каждого свой путь. Отрицать это было бы глупо. Вы знаете вот эту херню? Когда вот эти мотивационные, вдохновляющие блогеры делают вот такой вот голос. Как будто они актёры дубляжа какого-то драматичного зарубежного фильма. Они же видеоряд под это поставят, типа, бегу по поляне, а это значит жизнь. Ладно, всё. Сейчас будет инсайд. Чуть-чуть, несколько, немного. Это, конечно, будут конкретно мои инсайты, конкретно насчёт себя. Не знаю, зачем вы это смотрите. Я чё поняла? Я вот в детстве, мне кажется, спала на кухне, вися на смесителе. Потому что была такая тряпка. Такая для всех хорошая. Такая добрая, всепрощающая. Я хотела, чтобы меня такое видели. Не хотела быть плохой ни в коем случае. Забиякой какой-нибудь. Быть хорошей любой ценой. Просто самая тупорылая цель. Чек. А потом у меня произошло то, что... Бля, не хочу ничего смотреть, глядь. Произошла жизнь. Начала намного чаще выбирать свой комфорт, а не чужой. Я сказала намного чаще, потому что не всегда. Что думаете, я тут все знающая, посветлённая сижу? Да нет. То, что я поняла, это не значит, что я прям так всегда и делаю. Вы же тоже, наверное, поняли, что любовь может ранить? И что? Потом раз, написал вам Витька Прокопенцев. И всё, и поплыла девчонка. Почему Витька Прокопенцев? Почему я решила, что это какой-то идеал мужчина? Представляете, Белла Самсон и Витька Прокопенцев. А брат, к тебе. Так сказать, лучше я уйду счастливая с улыбкой в закат, но слыша в спину, что я неблагодарна, истеричка, веду себя недостойно, под детки, вообще дура и злая, и холодная ведьма, которой всё ещё воздастся. Чем я буду сидеть умная, добрая, мудрая, правильная и хорошая, вся в похвалах от того, кто сыпт мне на голову, называя мочу Божьей Росой? Понимаете, как хотите. Ещё что я поняла? Я поняла, что если мне кажется что-то, то мне не кажется. Очень прям часто мне, знаете, не кажется. Я бы сказала всегда, но боюсь ошибиться. Если я, короче, делая что-то или находясь с кем-то, чувствую внутри себя дискомфорт, я такую, знаете, сущность в виде гномика, а мне все остальные говорят, это просто кажется вообще забеет, это от пельменей. Нет, мне не кажется. Это конкретно растущий дискомфорт. И он крохотный. Но если я продолжу делать вид, что я его не замечаю, что он мне кажется, маленький гномик превратится в огромного титана, который начнёт разрушать мою психику. Ну, по сути, да, это если на человеческий язык, а не на вавилонский. Вавилонский. Слушай своё сердце, только оно знает, что тебе нужно, потому что да. Просто так называемое сердце потом за непослушание у вас так отхерачит, у него так много приёмов в арсенале, удушающийся стрессом, блокик по самооценке, похоронной депрессией. Ещё, я думаю, чё, думаю, что я поняла, как быть с этим сраным внутренним критиком, знаете, этот голос? Ну, вот этот, который всего боится, сомневается, стыдится, унижает вас, ругает за что-то бесконечное. Чего я научилась делать? Ну, тоже пока не сказать, что прям открытие какое-то, которое сто процентов всегда работает, но смотрите. Тогда эта бездарная тварь начинает запевать свою гадкую песню. Я чё делаю? Я действую по схеме принятия информации и мгновенное её обесценивание. Я даже перехожу в нападение порой, сейчас продемонстрирую. Вот голос, например, такой типа, что ж ты делаешь? Ну, зачем это? Ну, народ, только смешить, ничего ж у тебя не получится. Я такая, так нахуй ты. Ничтожная, безвольная ересь. У тебя даже нет физического тела, а есть лишь этот писклявый до омерзения, абстрактный голосок, который умеет только ныть и присмыкаться. Посмотри, дождя, я-то под тобой лужа, чему ты трусливая. Как шизово бы это всё не выглядело, но в каком-то смысле мне действительно это помогает. Я как будто бы, знаете, унижаю свою же слабость. И из-за того, что слабость, она слабая, она как будто бы проигрывает. Ну, как-то она всё затыкается. Я с панической атакой тоже начинаю разговаривать, типа, когда она у меня начинается, я, типа, начинаю вслух вот так вот. Посмотрите, кто пришёл, ёб твою мать, а я думаю, откуда пасёт? Чё, отовсюду выгнали, ты сюда пришла? Тебя и здесь не ждут, прости. Чё ты пришла? А пугать меня пришла? Ой, как страшно, какие мы грозные. Меня пугать не надо, слышишь? Говно, ёбное. Я пуганая. Вот чё-то вот такое. Как бы тупо ни было, извините, меня работает. Я на самом деле не знаю, насколько это правильно, эффективно, в долгосрочной, особенно, перспективе с точки зрения психологии, потому что я это случайным образом, ну, как-то выдумала сама. Даже не знаю, как это назвать. Я тут столько наговорила, вы же, наверное, думаете, и какую вещь-то поняла? Надо высмеивать и унижать собственную слабость. Только не повторяйте это дома. Ещё чё поняла? Галочки, вы сейчас умырёте. Оказывается, надо меньше пить. Я это поняла, но пить меньше не стала. А, каюсь, успеваюсь, меняюсь. Это вот должно быть, по-моему, на гербе анонимных алкоголиков. Слушайте, но у меня есть проблемы, хотя бы перестала травматизировать. Раньше на первом курсе я думала, я это, хм, коль я бухаю, я просто... А не буковский, а алкозавр обыкновенный. И как подобает алкозаврам, вымру скоро. Но я вообще поняла, что ругать себя бессмысленно, конкретно в моём случае. Потому что если меня ругать, я загрущу и решу выпить пиво для поднятия настроения. А потом ещё пять для его поддержания. А потом ещё десять, чисто потому что. Мало же, чем сегодня, я уже никогда не стану. И так далее. Но вообще, что могу сказать? Мир, по сути, прост. Не берите в долг, не введите торг, стерегите кров, не ебите голову, не говорите гоп, берегите психов, чужаков, еретиков. Блядь, скоро мама придёт. В общем, могу сказать, что я больше не поняла, чем поняла. Я точно не поняла, как мне уже, наконец, похудеть. Потому что я в этом весе всю жизнь. Я хочу быть килограмм на шесть поменьше. И тогда я буду просто... Но мой самовлюблённый мозг обманом уверяет мои глаза в том, что я и так красива, и все меня хотят. И я поэтому остаюсь вот в таком вот весе. С одной стороны, конечно, спасибо моему мозгу за комплименты. С другой, пошёл в жопу. Ещё я не поняла, как мне быть с противоположным полом вообще. Ну, что делать с этой проблемой? Потому что отношения я не хотела никогда и не хочу. А влюбляюсь постоянно вообще. Когда ты влюбляешься, ты вляпываешься в отношения. И потом думаешь, как опять? Как опять? А как иначе? Для меня это, знаете, как найти классную программу в интернете, скачать её. И обнаружил у себя на рабочем столе ещё огромное количество непонятных каких-то ярлыков, которые ты вообще не заказывал. Как будто я при скачивании забыла снять флажок с пункта «вступить в отношения». И теперь у меня есть обязательства, какие-то и правила в виде вот этих вот ярлыков. Простите. У меня просто мастерница Орегория долго в темнице сидела. Сейчас вот вырвалась. Я надо её обратно запрятать. Да, вот у меня темница жила. Ещё я не поняла, как мне жить, например, хаотично-импульсивно, а мне так и нравится. Или по плану, а так, у меня есть деньги. Вот вам основные вещи, которые я поняла и которые я не поняла. Я не знаю, просто толку от того, что мы её посмотрели. И что мне добавить, что мне дореагировать тут сверху. Хз. Ещё мне недавно задали вопрос. А что бы ты сделала, если бы тебе осталось там жить неделю? Знаете, этот популярный вопрос. Я бы не прыгала с парашютом, не признавалась бы никому в любви, не поехала бы в Альпы и не шла в церковь. Но что дело в том, что если бы я хотела, я бы это всё сделала и без надвигающейся смерти. Я бы всю эту неделю проторчала. Я бы твою мы сделала вывод, что раз и ты единственная. Витера, ПЖЛ, для личного пользования. Я у тебя в Телеграме есть. Сейчас досмотрю и кинул. Я бы хотела, потому что я себе её не позволяю перед смертью. Ну ладно, уж давайте. Ну, наверное, я делаю всё, что я хочу и молодец. Жизнь у меня хорошая, что ли, получаете? Бля, вот я только сейчас это скажу и сразу ядовитые крысы с неба и все на меня. Я правильно понимаю? Это же просто вот закон. Только ты крышу, у тебя всё хорошо, сразу ядовитые крысы с неба. У всех же было. В заключении, YouTube мне сделал подарок, короче. У меня 100 тысяч подписчиков на канале, вы можете себе представить? Вам-то похер, я знаю, но мне-то нет, это же много, да? Хочется прям сказать, вы кто такие? Я вас не звал, идите, обниму. И принимаю поздравления, сразу говорю. Я теперь всё, я теперь говорю всё, что я хочу. Я из-за того, что не говорила, что я хочу, раньше плакала на каждый день рождения. А сейчас всё, ребячество. Сейчас мои слёзы, они как этот, как волк в цирке, не выступают. Хотя старость, конечно, ощущается, не буду таить. Не знаю, что там впереди, может, я сопьюсь через пять лет. Буду прям пропитанная такая, как салфетка спиртовая. Буду женщина, спиртовая салфетка. Герой, которого Россия заслуживает. У нас, правда, вся страна в таких героях. Ладно, вообще, надеюсь, всё будет нормально, и я умру с счастливой и спокойной. И старости в окружении подписчиков. Почему я толкаю какую-то речь, как будто мне где-то 90 исполнилось, а не 23? Потому что как миг это всё пролетит? Как миг пролетит, а я так и не научу щёлкать. Спасибо, что посмотрели. Люблю, уважаю, каждого бы поцеловала. Так что если вы увидите на улице, подходите за сосу. Бывайте. Не знаю, зачем посмотрели. Ну, блядь, упрашивали, прям меня упрашивали. А хули, зачем, блядь, вообще мы её смотрим, чуваки? Ну, мои реакции неинтересны. Ну, я не знаю, что, блядь, говорить. Ну, зачем? Нахуя? Пизду. Субтитры делал DimaTorzok